Вирус-вымогатель OneCry продолжает атаковать компьютеры по всему миру. По словам экспертов, он таится в электронных письмах в ящиках офисных работников. Многие компании из стран Азии накануне сообщили о том, что снова пострадали от вредоносного кода. Миллионы людей по всему миру столкнулись с новыми последствиями, произошедшей в пятницу кибератаки. От действий вируса-вымогателя OneCry пострадали сотни тысяч устройств в более чем 150 странах мира. Эксперты ожидают новую волну заражений компьютеров по мере того, как офисные сотрудники возвращаются на рабочие места и начинают проверять электронную почту. 150 стран и 300 тысяч компьютеров, а непрочитанные письма — это неразорвавшиеся кибербомбы. Одно радует — уровень зараженности немного снизился. Уже к полудню вторника от вируса пострадала платежная система китайской топливной компании «Петра Чайна», два крупных госпиталя в Индонезии, ряд предприятий в Южной Корее и Австралии. Эксперты полагают, что число зараженных компьютеров может быть гораздо выше, поскольку зачастую пострадавшие корпорации публично отрицают, что подверглись атаке. Microsoft первоначально заявила, злоумышленники использовали при создании вируса код, написанный Агентством национальной безопасности США. После утечки данных в апреле он появился в свободном доступе. «Самое интересное, что вирус требует оплату и после восстанавливает данные. Нам удалось подсчитать, на сегодня уплачено 70 тысяч долларов. Небольшая сумма. Она не дает права думать, что это преступная группировка». WannaCry шифрует информацию и требует заплатить выкуп по разным данным от 300 до 600 долларов. Агенты безопасности, программисты лаборатории Касперского не исключают, что вирус могли создать хакеры из КНДР. Им удалось найти доказательства, что фрагменты кода использовались компанией, которую управляет Северная Корея. Но чтобы обвинить Пхеньян, этих фактов недостаточно. Дела о вирусе-вымогателе Белым домом взято под особый контроль.